Горько и больно видеть, как жестоко за свою пагубную привычку расплачиваются те, у кого страсть к курению взяла верх над разумом. Курение повышает риск развития множества заболеваний, но в первую очередь сказывается на здоровье лёгких и вызывает рак. Табачный дым в своём составе содержит более 50 канцерогенов, то есть это вещества, которые способствуют развитию злокачественных новообразований. До 30% случаев смертей от рака в целом являются причиной курения. Я думаю, что если у любого человека не связано с медициной спросить, к чему приводит, прежде всего, курение, он ответит, приводит к раку лёгкого. В нашем диспансере существует специализированное таракальное отделение, которое занимается в том числе и лечением злокачественного образования лёгкого. Курение – занятие, которое сложно бросить в один миг. Медики бьют тревогу, считая, что это заболевание приобрело статус скрытой наркомании, к которой многие относятся слишком легкомысленно. Сегодня вред, наносимый табакокурением, настолько велик, что борьба с этим недугом приобрела статус международной. Брест здесь не исключение. Во Всемирный день без табака специалисты собираются за круглым столом и предлагают свои формы борьбы с этой пагубной зависимостью. Важная задача этого дня не только информировать, но и призывать к активным действиям ответственных лиц, государственных, общественных организаций для принятия более эффективных мер по предотвращению, по борьбе с табакокурением, но и, в конце концов, для победы над табаком. Если, к примеру, в 2001 году доля курящих составляла по нашей республике 41,1%, то в настоящее время доля курящих составляется в целом по республике 29,6%, по нашей области 28,6%. Но это отнюдь нас не совсем так радует, потому что проблема остается серьезной. Наркомания, преступление или наказание представители правоохранительных органов отмечают. Незнание закона не освобождает от ответственности. Сегодня перечень объектов, где курение запрещено или ограничено, значительно расширился. На сегодняшний день административная ответственность за факты курения в запрещенных местах составляет штраф в размере до четырех базовых величин. Беусловно, в отношении несовершеннолетних может применяться такая мера административного воздействия, как предупреждение. Но вместе с тем, за факты совершения правонарушения с подростком со стороны как правоохранительных органов, так и системы образования, будет организована индивидуальная профилактическая работа, которая проводится в течение одного года с момента совершения правонарушения. Помните, курящие подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, делая их пассивными курильщиками. А воздействие вторичного табачного дыма повышает риск развития большого количества заболеваний.